Рыжий Каен Купе. Очень хорош по кузову. По кузову ничего не происходило у нас здесь. Родной окрас. Обойдем. Родные стекла. Все зазоры штатные. Бампера не снимались. Крышка багажника тоже все ровно. Ну, по габаритам он, конечно, отличается от обычного Каена. Особенно по габаритам салона. Сзади. Совсем поменьше места. Ну, как бы кузов купе позиционируется здесь. Стеклянная крыша, не сдвижная. Такие же капитанские, так скажем, сидения. В комплектации тоже нет климата для задних пассажиров. Очень приятный, не затертый салон. Здесь также без всяких демонтажей, без всего. Ну, вот такой скромный багажник, который еще отделен боковыми частями. Получается, он совсем маленький. В отличие от обычного Каена. Тоже здесь все диодное, прозрачненькое. Приятный, конечно, цвет, глаз радует. Прям как КамАЗ. 53212. Модели со спальником. Здесь без износа. Приятный салон. Там, вон, боковинка, конечно, изношена сильно. Ну, сейчас объясню, почему. Машина. 3 литра мотор. 340 сил. Турбо. 19-й год. 72 пробега. 7,1 сейчас они ее отдают. По оценке. Периодически чист. Все совпадает. Здесь диоды. ДХОшки. Все как нужно. Оригинальные фары. Кузов очень хорош, повторюсь. По мотору тоже все нормально. Опять же, когда мы садимся в машину. И ее заводим. У нас почему-то есть вибрация на драйве и на задней передаче. Но здесь гораздо меньше. Но также присутствует. Что говорит о износе подушек. Достаточно приятный такой салон у него. Руль не затерт. Проекции здесь нет. Пневмоподвеска. Сенсорное управление. Магнитола. С различными вариантами выбора движения. Сейчас у нас камера заднего вида почему-то не включилась на задней передаче. Давайте еще раз попробуем включить. Ну, собственно, она то включается, то не выключается из-за того, что лежит коншина. Множественные ошибки по блокам. Ошибки по приборной панели, в том числе изменения показаний. Не знаю, зачем они здесь это делали. Теперь мы переключились на драйв, а у нас все висит из-за камеры заднего вида. Замечательно. Ладно, паркинг. Окей. Так же куча ошибок по мотору, по трансмиссии. Ну, такие исторические от отключения аккумулятора и прочих незначительных событий. И самое, что обидное, у нас не работает трапеция дворников, как на жигулях. Наверное, сюда втулки надо от десятки купить, поставить на трапецию. То есть, видите, достаточно забавно. Вот такой автомобиль. Крыша, как я говорил, стеклянная. Здесь только электрический привод самой этой шторки. Такой, с сеточки от комаров. Трррэм. Демонтажей никаких не было. Мотор приятный. Все стандартно. Такой же двигатель, как и на Каене, который мы смотрели в прошлый раз. Вон он стоит. Тоже с присосками, тоже все работает. Но по технике есть недочеты, есть ошибки множественные. Шина лежит в управлении данных. И, конечно, меньше салон. Возьми. Возьми. Салон. Режисс. Возьми. Режисс.